Зонтик нужно брать раньше, чем промокнешь, а учиться защищаться до того, как войдешь в ринг. Приветствую вас, уссурийские тигры! С вами Федорович, а в этом видео мы снова посмотрим на невероятную защиту, но уже от боксеров старой школы. Субтитры сделал DimaTorzok и Фудзи в Японии, где Маэстро просто унизил оппонента в родных стенах и еще раз подтвердил свое прозвище. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После 9 раундов избиения и работы по воздуху, истощенный из заплывшей Фудзи отказался продолжать бой. Пернел Уитакер Пернел Уитакер очень яркий, техничный и невероятно мастеровитый парень в плане защиты, у которого на счету 40 побед из 46 боев. В своем поединке против титулованного Оскара Делла Хои он вдохновил режиссера в «Матрице» на сцену, когда Нео уходит от пуль, ведь удары золотого мальчика по скорости не хуже. Субтитры сделал DimaTorzok Майк Тайсон Боксер, о котором ничего говорить не стоит, ибо про него и так все все знают. В расцвете своей карьеры Железный показывал невероятное мастерство работы корпусом. В своем 22 поединке против Реджи Гросса под конец первого раунда Майк, не делая ни одного шага назад, показал, что такое работа корпусом, когда Гросс зарядился в многоударную комбинацию. А потом показал, что такое удар. Джо Гальзагея Невероятный британский боксер, о котором кроме фанатов бокса мало кто знает. Несмотря на то, что у мужика за плечами 46 поединков и 46 побед. Этот непобедимый монстр обладает четырьмя самыми престижными поясами и победил 21 боксера в титульных боях. Вот на один из таких чемпионских боев против Сакио Бики мы и посмотрим. Мухаммед Али – икона бокса для многих поклонников. Про него нечего добавить, кроме момента, который я хочу показать. Али уклонился от 21 удара за 10 секунд в бою против Докса. Дуайт Мухаммед Кави – очень интересный боксер с львиным сердцем. При росте всего в 170 сантиметров этот гладиатор выступал в тяжелом весе. В эпоху, когда в ринг выходили перекачанные машины под 2 метра. Но Кави разработал свою тактику боя, очень похожую на маятник Тайсона, которая позволяла ему сближаться и всаживать свои кувалды в голову оппонентов. В 1986 году он впервые встретился с Холифилдом за чемпионский пояс. Это был равный бой, в котором Дуайт показал чудеса защиты. Но раздельным решением судей победу отдали Холифилду. Рой Джонс младший. Легендарный боксер, о котором не знает разве что поколение Фортнайта, всегда славился прежде всего своей скоростью и мощью ударов. Но его рефлексы Мангуста и реакция Кобры были не менее восхитительны. 15 января 2000 года в поединке против Дэвида Телеско за 3 чемпионских пояса Джонс показал себя во всей красе. Продолжение следует... Продолжение следует... Джеймс Тони, один из великих бойцов золотой эры бокса, который провел 88 боев, 75 из которых выиграл. 13 февраля 1993 года провел один из лучших своих поединков против Айрена Беркли за пояс чемпиона мира IBF, в котором продемонстрировал невероятную работу корпусом и защитные действия. Если Тони подошел на другую сторону, то он увидел визу, что Беркли не получил. Беркли не получил возможность джабить, как плод стримяя из его носа, когда он получил этот плод ревер. Тони с джабом. 1, 2, 3, 4, 5, 7 из них. Беркли джабит. Тони бросает муку, письмо снова. После тотального доминирования Тони, вследствие которого у Беркли закрылся от гематомы глаз, после 9 раундов бой был остановлен ввиду отказа секундантов. Когда защитные действия ограничат самоубийством, зрители всегда замирают в ожидании того, что им делать дальше. Гнобить бойца за понты, если он упадет, или восхищаться, если выживет. Так было и в бою Вильфреда Бенитеса против жесточайшего нокаутера Томаса Хирнса. В конце раунда Бенитес показал чудеса защиты, несмотря на то, что любой удар Хирнса мог его отправить в нокаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, защита какого бойца вам понравилась больше всего. Просмотр и настойчивость в тренировках. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа, хопа, хопа. Вот так. Два, два. Клодрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлоту вырываю, отмечится, отмечится, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Вставил. Какой идиот будет он так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убитка. Продолжение следует. Продолжение следует...